Здравствуйте! Вы смотрите Вести КамАЗа. А значит, у вас есть 15 минут, чтобы узнать о самых значимых событиях на Камском автогиганте в студии Павел Михно. И Ксения Чернильцева, коротко о главном. Диплом имеется, но будьте любезны, за парты. Автогигант провел ежегодную стратегическую сессию для юристов группы КамАЗ. Лучший из лучших. Руководство города Республики России высоко оценило работу КамАЗовцев. С этой точки зародится сквер. Перед главным офисом КамАЗа готовятся к открытию памятного комплекса. Учиться с КамАЗом учиться у КамАЗа. В Челнинском IT-парке автогигант провел ежегодную стратегическую сессию. В этом году она называется «Корпоративный юрист против искусственного интеллекта». Симбиоз компетенций. Около 200 участников на два дня погрузились в горячие обсуждения и анализ работы своих предприятий. К слову, половина из них – гости Автограда. Кроме того, одной из главных тем встречи стала цифровизация, которая с каждым днем приходит во все большее число компаний. Считать QR-код для получения заданий теста и ответить на все вопросы. Первое, что нужно было сделать участникам сессии. Как говорится, с корабля на бал уже на начальном этапе работы не обойтись без цифровых инструментов. Всего же представители около 30 регионов и 70 дочерних компаний автогиганта на целых два дня стали студентами ежегодной стратегической сессии, которую проводит блок корпоративного директора КамАЗа. Мы хотим поговорить о новых технологиях, которые упростят нашу деятельность в нашей сфере. В частности, мы на сегодняшней сессии представляем проект, которым занимаемся. Это электронный кабинет члена совета директоров. Работа проходила в пяти группах, в каждой из которых обсуждали свою тему. От автоматизации работы органов управления до вопросов единого стандарта корпоративного управления. Кроме того, прошли выступления камазовских спикеров, которые рассказывали о компании, ее целях и задачах в рамках цифровизации. Один из вопросов, поднятых на сессии – ограничение на использование дизельного топлива, что является серьезным вопросом для автогиганта. Вместе с тем мы знаем о планах Москвы, которая говорит, что у них уже с 22-го года прекращается закупка дизельного общественного транспорта. И это, безусловно, дополнительный вызов для нашей отрасли и для нашей группы компаний, потому что это дополнительные возможности. Такой формат обмена знаниями и опытом помогает участникам сессии получить большой пласт информации для использования ее в корпоративном управлении, что может повысить эффективность работы. К слову, многие из представителей «Дочек» КамАЗа уже на себе почувствовали результаты прошлогодней встречи. Много было проблем озвучено, были приняты также решения, которые помогли в дальнейшей работе. Сегодня я также хочу получить большой опыт в обсуждении различных проблем и находить совместно с блоком корпоративного управления пути решения. По итогам работы стратегической сессии будут приняты решения, которые помогут устранить проблемы в каждой из компаний участников. А внедрение методов цифровой экономики должно стать толчком для развития группы компаний КамАЗ в целом. Алсу Валеева, Любовь Захарова, Радик Ганеев, Вести КамАЗа. День машиностроителя, пожалуй, самый главный и профессиональный праздник в Набережных Челнах. Его отмечают от мала до велика работники КамАЗа в цехах, на заводах и дома. А также ветераны автогиганта, студенты проф, техучилищ и многие-многие другие. Но главное городское торжество по недавно заведенной традиции проходит в органном зале. Здесь собираются руководители города и завода, а также машиностроители, лучшие из лучших. О том, как поздравляли профессионалов в юбилейный год автогиганта, в нашем репортаже. Долгожданные встречи, объятия, фото на памяти, трогательные воспоминания о прекрасных годах, проведенных на автогиганте. Для многих собравшихся в этот день в органном зале КамАЗ стал не просто новым местом работы. Он стал их судьбой. КамАЗ – это моя судьба. Я приехала в Челны в 1972 году, когда в новом городе было четыре дома. Я строила завод прессово-рамный, строила город, запускала оборудование. Это моя история. Мероприятие открыли участники самодетельности прессово-рамного завода с постановкой «Рассвет новой жизни». В финале их выступления зал хором подпевал артистам. Затем на сцену поднялись генеральный директор автогиганта Сергей Кагогин и председатель объединенной первичной профсоюзной организации КамАЗа Александр Васильев. Нам с вами есть чем гордиться. То есть стабильно работающее предприятие. Мы беремся за самые сложные задачи и по-прежнему остаемся ведущим автомобильным концерном нашей страны. Я всех вас поздравляю с этим праздником. Конечно, желаю здоровья, счастья и успехов в том, в общем. И хочу сказать, что люди, кто способен смотреть в будущее, широко шагать, вот это будущее принадлежит им. Оно принадлежит нам с вами. С праздником, дорогие! Наш КамАЗ живет полноценной такой стабильной жизнью и хорошее у нас будущее. Поэтому в преддверии этого праздника я хочу всех КамАЗовцев поздравить от имени профсоюзного комитета, от всего актива, с замечательным нашим семейным, нашим родным праздником Днём машиностроителей. Здоровья вам, счастья! И чтобы все планы, которые мы наметили, мы вместе с вами дружно выполняли. Спасибо! В этот день звания «Заслуженный работник КамАЗа» были удостоены 19 человек. Кроме того, сотрудники «Автогиганта» были отмечены благодарственными грамотами корпорации «Ростех», Министерства промышленности Республики и Российской Федерации. А директор ПРЗ Александр Рыбаков был удостоен подчётного звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации». Любой субъект Российской Федерации, любой город в стране гордился бы и считал за честь, если бы на его территории располагался бы и работал КамАЗ. Нам такая честь, нам такое счастье выпало полвека тому назад. Мы понимаем, что КамАЗ и город – это одна единая ткань, это один единый организм. И от того, как работает и чувствует себя КамАЗ, так, безусловно, чувствует, живёт и наш с вами город. Мэр города также вручил КамАЗовцам почётные грамоты и благодарственные письма. И от имени всех челнинцев поблагодарил заводчан за работу, а руководство предприятия – за то внимание, которое уделяет автогигант благотворительным проектам, в частности, фонду «Новые имена», стипендиатка которого выступила перед собравшимися. Я поздравляю всех с Днём Рушевостроителей. А ещё хочу сказать большое спасибо Сергею Анатольевичу за то, что отправил меня в творческую школу в Суздале. Спасибо! В завершении праздника на сцену вышел победитель шоу «Голос» на Первом канале Сергей Волчков, и зал наполнился любимыми всеми мелодиями песен и романсов. Екатерина Романова, Дмитрий Кравченко, Вести КамАЗа. А вот уже 9 октября в городе пройдут мероприятия, посвящённые Дню Машиностроителей Республики Татарстан. На это торжество приглашаются представители отрасли со всего региона. По заведённой в 2017 году традиции программа праздника начнётся на заводах КамАЗа. А чем продолжится и завершится, всё, что знаем, расскажет Тагир Закиров. Уверен, это станет хорошей традицией. У нас есть традиция нефтяник общества в Альметьевске, химиков в Нижнекамске, машиностроителей. Вот Сергей Анатольевич по совету, на Эльга Павловича тоже согласен. Если вы аплодисментами поддержите, мы будем проводить эти мероприятия в Набережной Челны. После этих слов праздник окончательно переехал из Казани в Набережные Челны. И вот уже в третий раз машиностроители всей республики будут чествовать на родине КамАЗов. Минпромторг Татарстана, официальный устроитель праздника, заранее объявил его программу. Всё начнётся на заводах автогиганта. Гостям и коллегам КамАЗовцы покажут, как внедряется в производство система МЭСМЭС. Это совокупность программных комплексов, предназначенных для решения задач оперативного планирования и управления производством. Далее запланировано посещение самого современного производства – завода каркасов кабин. Предприятие не только пример промышленного хай-тека, но и цифровизации, вопросы которой обсудят чуть позже на семинаре по цифровизации промышленных предприятий республики. Открытие бюста первому генеральному директору КамАЗа Льву Борисовичу Васильеву – ещё один пункт программы праздника. Бюст установят напротив входа в здание генеральной дирекции. Вопрос участия самого виновника события ещё не решён, но приглашение первый генерал КамАЗа уже получил лично в руки. А сам праздник, совмещенный по традиции с небольшой деловой программой, завершится торжественным вечером в Арганном зале. Достойных ждут награды. Есть среди них и КамАЗовец. Он работает в НТЦ, но его имя пока остаётся в секрете. Тагир Закиров, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. В настоящий момент памятный комплекс, посвящённый первому директору КамАЗа Льву Борисовичу Васильеву, закрыт строительной плёнкой. Но кое-какие подробности этого проекта нам всё же удалось выяснить. Итак, место установки бюста перед воротами генеральной дирекции. Работы практически завершены, но кое-какие секреты нам уже поведал главный кадровик автогиганта Александр Ушенин. С лицевой стороны на плите отражены слова Льва Борисовича, которые мы взяли из его книги «Первый генеральный директор». Цитату тоже пока не рассмотреть, но про другие особенности проекта известно следующее. Постамент выполнен из красного и чёрного с красными вкраплениями гранита. Материал российского происхождения. Фигура отлита из бронзы. Автор – член Союза художников России и Татарстана Факель Гайфуддинов. Это была непростая работа. Окончательный выбор сделан из более чем сотни эскизов к бюсту. Открою немножко секрет. Открою завесу, которая сегодня есть на этом бюсте. Характерное положение рук и лица, и глаз, и улыбки запечена Льва Борисовича на этом бюсте. Он какой запомнился нашим старым камазовцам, ветеранам нашим. Вот таким он и изображен на этом бюсте. Непростым было и решение о выборе места под размещение. Пришлось учитывать и требования законодательства, и общегородское значение памятного комплекса. Хотелось бы, чтобы все жители Челнов и гости, приезжая сюда, могли посмотреть. Мы решили, что это должно быть за территорией ограждения. Поэтому рассмотрелось вообще четыре места. Это было пятым, но оно было последним и окончательным. А дальше больше. Уже решено, что справа от бюста будет положено начало скверу имени Льва Васильева. Там еще в 2015 году была высажена Рябиновая аллея. Теперь для пока пустующего пространства готовится проект благоустройства. Здесь будет и газон, здесь будут и деревья, здесь будут и скамейки, здесь будет и площадка для того, чтобы демонстрировать наши новые автомобили, которые будут появляться в нашей компании. Новый продукт будет появляться, будет смена и такая выставка одного или двух автомобилей. Естественно, что какие-то прогулочные площадки, дорожки, все, что обычно бывает в сквере. В общем, до торжественного открытия остались считанные дни. Напомним, оно запланировано на 9 октября. Виктория Евсеева, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. Как минимум дважды в год, вот уже 12 лет сотрудники лизинговой компании КАМАЗ поздравляют подшефных ветеранов. Благотворительный проект «Заботливое сердце» появился еще при первом генеральном директоре организации Альфея Кагогиной. Итак, весной и осенью представители компании ходят в гости к своим подшефным с поздравлениями и подарками. А раз 1 октября в России стартовала декада пожилых людей, значит, время настало. К этой акции в этот раз присоединилась и съемочная группа «Вестей КАМАЗа». Здравствуйте! Кому к вам? Ревкат Имамеддинович Гайнуддинов с улыбкой встречает дорогих гостей. В этом доме им всегда рады. Он охотно рассказывает о своих новостях и делится воспоминаниями. А я не конкретно, как какой-то завод приехал, просто приехал на стройку. Ехал в автобусе и встретил товарища по прежней работе. Он мне говорит, куда едешь? Я в Челны еду, там надо, вроде бы, стройка открывается. Это с Альметьска я ехал. Вот. А давай вот к нам. Ревкат Имамеддинович в Челнах с 1971 года. Всю свою сознательную жизнь работал на стройке. Встроил дома, детские сады, школы, больницы. Практически в каждом челнинском доме есть частичка и его труда. Уже много лет мы собираем средства на добровольной основе. Естественно, среди наших сотрудников сами приезжаем, развозим продуктовые наборы, которые мы покупаем на эти средства. И раздаем их нашим подшефным. Этим людям, особенно старикам, им ведь совсем мало от нас нужно. Чуточку внимания, немножко тепла, доброты. Они гораздо больше радуются, наверное, больше нашему участию и посещению, чем самим подарком. Ждала гостей из Ульфия Саитовна Генеатурина. Приходите, как время будет. Вы всем близки. Я всех люблю. Одинокая женщина гостеприимно приглашает сотрудников лизинговой компании в любое время. Просто так прийти, посидеть, поговорить. За время существования проекта «Заботливое сердце» они стали для Жюльфии Саитовны почти родными. Чай пить, кушать тоже приходите. Как время будет? Дверь всегда открыта. Лизинговая компания планирует и дальше оказывать помощь своим подшефным. Сейчас в списке 28 фамилий. В следующем же году к ним прибавится ещё несколько пенсионеров-автогиганта. Екатерина Романова, Радиганеев, Вести КамАЗа. Итак, декада в самом разгаре. И это только первый из её событий, о котором мы рассказали. О других смотрите 14 октября. 18.00 на телеканале Чулны ТВ. На этом мы, Ксения Чернильцева. И Павел Михнов, с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова